Всем доброе утречко! Те, кто не подписан на мой инстаграм и не знает, что я наконец-таки поборола простуду. После нового года, точнее во время того, как мы там отмечали нового года и все дела, я как-то немножко простудилась. У меня были периодически холодные ноги, что привело к соплям. И потом это все вылилось в болезнь. Несколько дней я лежала с температурой, но все уже позади. И сегодня первый день, первый день, когда я могу нормально себя чувствовать. Даже захотела сделать масочку для лица. Прям чувствую, как моя кожа питает максимально. Самая лучшая из этой маски. Я скоро сниму маску. Посмотрим на суперрезультат. Я, кстати, нанесла маску от фирмы Дальба. Уже как-то вам рассказывала и очень люблю эту фирму. У меня практически вся уходовая косметика этой марки. И самое крутое в масках увлажняющих для меня, это когда она очень сильно напитана. Вот эта маска настолько пропитана всякой увлажняющей штукой, что нужно очень долгое время, чтобы это все впиталось. И от этого, как лично для меня, намного круче. И можно заметить, сколько еще здесь осталось. И это все можно тоже нанести на лицо. Это, кстати, такой лайфхак от кореянок и корейцев. Потому что мужчины тоже пользуются масками. В общем, они наносят оставшуюся эту эссенцию себе на лицо. Вот, снимаю маску. О, вау, я так давно не делала маски, что это просто какой-то праздник. Распределю оставшуюся эссенцию. Подожду, чтобы она впиталась до конца. Обязательно также наношу на шею. Ой, смотрите. Мне кажется, что даже тон кожи как-то стал ровнее. И после нанесения маски я воспользуюсь First Spray Serum от D'Albe. Вообще, я тоже уже вам показывала этот серум. И он один из моих любимых. Потому что это уже чуть ли не третья бутылочка, которой я пользуюсь. Кайф его в том, что им можно пользоваться на протяжении всего дня. Это раз. Второе, то, что он в виде спрея. На самом деле, это очень удобно. Мы взболтали, нанесли, немножко притоптали. И тут же все впиталось. У нас в квартире очень сухой воздух. Очень сильно топят батареи. И вы можете представить, что творится с носоглоткой, с кожей. И единственное спасение во время болезни был как раз этот Spray Serum. Потому что у меня не было сил вообще вставать, что-либо делать. Но так было удобно взять его, брызнуть на лицо пару раз и быть хотя бы не изюмкой. Ну и сейчас я сделаю что-нибудь со своими волосами. И вернусь. Та-дам. Я думала где-то пару месяцев назад, что у меня ужасная длина. Когда ты уже вроде не из Корея. И они пока не длинные. Как я ошибалась. На самом деле, сейчас волосы практически не лежат. Ты хочешь сложно усмирить. Они вот так хотят в разные стороны торчать. Эта сторона отлично. Это вот такая вот, как куриная лапка. Сейчас Костя будет нам проводить кукинг. Мы недавно были в корейском магазине и купили вот такие два рамена. Они очень вкусные, насыщенные, уже с яичком. Костя захотел пообедать с таким раменом. Так, походу Настя у меня разоразилась простудой. И я решил восстановиться, используя тайный корейский прием. Короче, это обычный рамен. Там мы присмотрели, сколько ингредиентов. Это как заправка обычная. Для наваристости там есть кунжутное масло с перцем, я так понял. Это типа яйцо, сублимированное яйцо. Мы, кстати, только вчера убрали елку. Это я тот человек, который орал, что 1 января можно уже убирать елку. Она не нужна. На дворе уже за 10 число. И мы только скрыли елку. И на самом деле, без нее как-то пустовато. Я еще брала все с кухни новогодняя. Прям немножко скучно. Заливаю туда сразу масло. Жирненький буренчик получается. Ну и почитаю туда сразу кое-как, перца, чтобы быстрее закипела. Ой, пахнет уже? Нам нельзя болеть много работы. Поэтому нужно восстанавливаться. Животворящее. Вообще, я Насте рамен вару. Мы купили два, я уже когда-то свой съел. Теперь Насте не уступила рамен. Вообще, индукционная плита. Да, у нее есть какие-то свои, конечно, недостатки. Но большой плюс, что просто я минуту назад поставил, уже вода кипит. Кладем туда лапшу. О, лапша у нас размялает. Вот, посмотрите, выглядит. Здесь и кунжут видно, какой-то омлет. Ну и сейчас сюда разобью яичко. Ну, на вид, на самом деле, прямо обычный рамен с яйцом. Но на вкус, честно говорю, что он более богатый, насыщенный. Когда-то хочется классический рамен, когда-то хочется вот такой. Чуть-чуть он постоит, чтобы он стал нежным. О, все, я уже выздоровлю. Чувствую здоровье. Можешь кимчи? Да, больше нюансов у него. Чувствуется кунжут, вот это масло. И потом буду еще полчаса высмаркиваться. У меня все будет плохое выходить. Приятного аппетита. Спасибо. Сейчас мы продолжим. Я на самом деле не помню, обещала ли я проводить ром-тур по нашей квартире или нет. Но я всегда ее показываю во блогах, и я думаю, что, в принципе, можно понять, что за квартира. А в Инстаграме так вообще. Чуть ли не трансляции каждый день показываю. А гардеробчик свой покажешь? Да, я хотела, пожалуйста, о том, что у меня там никогда нету порядка. Я так хотела гардероб и думала, ой, это, наверное, так удобно. Но на деле как будто нет. Там вечно черт голову сломит. Вот так все выглядит у меня. Вроде бы нормально, все держим, порядок, все хорошо. А потом ба-бах, в один прекрасный момент я пытаюсь найти какую-то кофту, которую куда-то засунула. И получается то, что получается. Сумки, это вообще одна история. Сумки, простите. Здесь, здесь, хотя все на вешалках висит. И вот я немножко разобрала джинсы. И на этом спасибо. Сумки, которые были достойны висеть, хотя эти сумки намного дороже. Здесь вообще лежат вещи, которые я купила сувенир подруге для ее новорожденного ребенка. Уж ребенок в школу пойдет, пока я это подарю. Это мне на Новый год такие ушки подарили. Ну и, короче, я думаю, что сейчас нужно немножко прибраться, потому что это вообще какой-то кошмар. Я уже кое-что здесь разобрала. Пока Костя устанавливал мне вас на штатист. Я даже не знаю, на самом деле, что показывать здесь можно. Вещей у меня много, хотя, как всегда, носить нечего. Ну и помимо вещей мы здесь еще храним чемоданы. Кто знает, как скоро мы вернемся в Корею. И вот это платье, которое у меня висит, это новогоднее платье. Покупала специально для Нового года. Оделала всего один раз. Дальше еще обязательно надену. Вообще, если честно, то мне снова бы хотелось немножко поменять свой гардероб. Потому что пока я болела, я пересмотрела первый сезон Эмили в Париже и посмотрела еще второй. И меня так вдохновили ее образы. У нее все такое яркое. Вообще не похоже на мой гардероб. Мне бы, если честно, хотелось не полностью, не кардинально все поменять. Но иметь какие-то такие несколько образов в ее стиле хотелось бы. Но у меня, к сожалению, ничего такого нет. У меня в основном какая-то база. И вообще, вспоминая о вещах, я просто с огромной болью на сердце думаю о том, сколько вещей я оставила в Корее. Что-то мы оставили у менеджера, потому что когда вернемся, заберем это. Что-то мы отправили сюда, в Россию. Но большинство вещей мы просто выкинули. Так как нам надо было срочно ехать, и мы ни о чем не думали только, кроме о том, что как быстрее сюда приехать, как вернуться. А так получилось, что возвращаемся обратно. Но об этом немножко позже я расскажу. Наверное, запишу какой-нибудь подкаст. В общем, ладно, буду разбираться в этой странной комнате Гарри Поттера. Кстати, кстати, я совсем не хватилась подарками, в основном, которые подарил мне Костя на наш праздничный декабрь. Потому что у нас традиция уже второй год. Мы дарим подарки не в самый Новый год, а в течение всего декабря. И мне, на самом деле, это больше как-то нравится. Костя подарил мне две пары джерданелла. У меня теперь коллекционеры, потому что он себе тоже их заказывает, покупает, ожидает их. Как это называется? Дроп. Мы теперь коллекционеры джерданелла. Мы тут вспомнили, что давно в Инстаграме обещали поделиться рецептом Bubble Tea. Вообще, однажды мне в голову тюкнуло, что я снова хочу попить Bubble Tea, где вот эти вот бубы. Если кто-то за нами вообще следит, то знает, что когда мы были в Таиланде, мы просто упивались этим напитком. В Москве я такого не встретила, поэтому было решено сделать это самим. Костя купил все ингредиенты. Мы уже один раз как-то готовили. Получилось практически один в один. Время поделиться тем самым рецептом. Что нужно сначала? Топилочный крахмал. Его мы купили в обычном магазине. Это реально было сделать, и мы его нашли. Его нам понадобится 70 грамм. Туда же нам нужно 6 грамм насыпать какао. Насыпаем обычный какао. У нас это распикао без сахара. Микс. Так, теперь нет, сюда вот не надо. Сюда надо. Сотейник. 30 грамм нужно будет добавить вот этого специального сахара. Это именно коричневый сахар, тростниковый. За калыкой есть. Часто у нас продают коричневый сахар, но это практически то же самое, что белый сахар с красителем. А нужно именно мусковаду, темный сахар. Он очень сильно отличается от коричневого сахара, который продается в большинстве магазина. Мусковад. Давай покажи. Такой он немножко мокрый на ощупь. И пахнет он странно. Ну нормально, 25 грамм послаще будет. Экономия. Чуть-чуть болезней сюда. 3 грамма. Беркер. Ой, больше. Глаз-алмаз. Смешать. И на медленном огне помешивая довести до такой... Вот это смешно? Да, да, да. С водой. И туда все вываливали. И это сейчас на медленном огне нужно все разрешать. Очень пахнет пахучем. Уже пахнет браун шуком. Как в этих кафешках, которые специализируются на бакути. Когда заходишь, и там такой вот характерный вот этот запах. Пахнет. Очень удобная лопатка. Видите, вот ей можно вот так вот все сосказать. Ой, все, он уже какой-то попсоплик. И сюда нужно засыпать вот нашу смесь. Засыпаю? Да, засыпаю. И размешиваю. Она не приобретет такую однообразную форму. Нужно будет потом вылить это все на доску и сделать из этого чесно. Хорошо у нее получается. Я когда была в школе, на Новый год пела частушку. Замешу я тесто, чем я не невеста. Головой вот так качнула, завлекать парней начну. Ух! До тех пор я мешу хорошо тесто. Ну и все, по сути, вот это и есть бабултишки. Просто их нужно сейчас будет сделать, сформировать и потом сварить. Теперь из этого мы должны будем сделать колбаски и накрутить шарики. Довольно собой? Да. На, ты крути ее. Вспоминаем детский садик, школу, как там накручивали. Или вспоминаем момент релаксации с накручиванием кодиалок из носа. Это два полушария мозга. Я и левой, и правой рукой накручиваю. Давай, ты крути ее снимай. Ага, у тебя вон целые колбасы наделал. А мне их крути. Ой, я пока два только скрутил. Отключай два пальца. У меня овало получается. Большие. Сам говорит, мои большие. Тебе хорошо получается. Уже надоело. И сейчас это нужно посыпать все опять тапилочным крахмалом. Они стали как пельмеши. Да, Настя это делает так. Обычно. Каждый день, Настя. Отлично. Ставим воду. Теперь нужно туда засыпать. Чуть-чуть еще меньше. Честно. У нас какая-то 50-20 минут. И спустя 20 минут мы выключили наши бобы. И нужно подождать полчаса, чтобы они остыли прямо в этой жире, в которой варились. Вода слилась. Теперь просто это опять чувствую сотейник. Вываливаем. Боба аутишна. На затоне выглядит прямо как надо. И сейчас к этому мы еще заделаем сироп. Все это поварим. И можно будет уже наконец-то миксовать наше боба аутишка. Берем еще немножко сахара. Где-то 25 миллилитров. И добавляем это. И опять для сиропного состояния помешиваем. У нас уже будет готов этот наш соус боба аутишный. Вот. Видите? У нас уже так прям сиропно. Уже практически готово. Вывалим и начнем готовить наш напиток. Вот так нам нужно это все, что выглядело. Видите, все уже такое очень однородно. Все поженилось. Я продуманная женщина. И пока Костя ходил, покупал мне воду. Я завалила чай. Он уже успел остыть. Еще нам понадобится молоко. Мы будем использовать заменитель сахара. Потому что сахара у нас и так предостаточно. Стакан и сами боба аутишки, которые мы сготовили. Так. Ну что, начинаем готовить? Да. Сначала мы вываливаем на порцию боба аути. Теперь, как обычно в Корее, надо вымазать края. Так как у нас они чуть-чуть теплые, я надеюсь сначала молоко, чтобы лед сразу не растаял. Здесь могла бы быть реклама вашего молока. Добавляю туда льда. Черного чаю наливаю. Вы только гляньте, как это уже выглядит. Каждая маленькая ложечка этого сахара заменители, как одна ложка сахара, да? Да. Тогда нам нужно 10. Чисто. Давай три ложечки сахара. Давай. Ну все. Вот так как красоту вам подают, а потом вы это все размешиваете, чтобы все вкусы соединились. Мы как-то один раз готовили, не было на 100% похоже. А это прям на гунча похоже. Офигеть. Очень сладко. Супер сладко. Слепнись, попа. Теперь бобы. Бобы надо. Это важно. Вообще нужны специальные трубочки большие. Ой, мне нравится, что так чаевно. В прошлый раз у нас еще было тепло. Обязательно нужно пить, чтобы это все остыло, поэтому заранее, как и я, заварите тоже чай. Ну все, ребят, вы теперь можете готовить настоящий bubble tea, такой как в Корее, в Таиланде и в Гонконге. Мы везде пробовали. Это топивочный крахмал и мускуваду, сахар коричневый. Надеюсь, вы были рады этому рецепту. И Константину, помощнику, точнее, гуру всех бабушек. А мы будем допивать наш священный напиток. И увидимся с вами позже на канале Ася Шатова. Всем пока! Очень вкусно!